Здравствуйте! В эфире программа «Тайны советского кино» и я, ведущий Иван Усачёв. 25 лет тому назад сценарист Анатолий Эрамджан и режиссёр Геральд Бижанов научили советских мужчин, как правильно знакомиться с девушками на улице. Этот рецепт был достаточно прост. Надо было подойти к барышне и задать вопрос, где находится телефон? Но только произнести это слово наоборот, но филет, и всё, девушка ваша. Сегодня мы расскажем вам о том, как снималась эта кинокомедия, и, конечно, поведаем о судьбе актёров. Сегодня в программе. За что Александр Панкратов-Чёрный обиделся на режиссёра? Мы умоляли, умоляли. Гера, нет, ну что вы, как можно отменить смену? Да вы что, нет, ни в коем случае нет. И почему роль скромника Паши Голикова не сыграл Андрей Миронов? Вы не скажете, где находится на филет? Из-за чего комедийной актрисе Инне Ульяновой пришлось сниматься в рекламе стирального порошка? И что заставило её пристраститься к выпивке? Она очень переживала, что её на улице села. О, Комот пошла. Её же в районе начали Комот звать. А также скандал на съёмочной площадке. По какой причине Владимир Меньшов сорвал съёмку? Подошли и рухнуты. Потому что пьяные были. О чём эта комедия? Если вы вдруг забыли, напомню сюжет. Москвич Павел Фёдорович Голиков в свои 40 с лишним лет ещё не женился. Он живёт вместе с родителями. Гена, двоюродный брат, решает помочь преодолеть его застенчивость и научить общаться с женщинами. Фильм заканчивается хэппи-эндом. Скромный инженер, наконец, забывает о страхах и заговаривает с прекрасной незнакомкой из автобуса. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Простите, девушки, а вы не скажете, где находится на филе? Нет, а что это такое? Не скажем. Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Простите, девушки, а вы не скажете. Нам некогда. Ох, 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 ох. Там телефон. Сценарий фильма «Анатолий Эйрамджан» писал для двух замечательных актёров Александра Панкратова-Чёрного и Андрея Миронова. Первому досталась роль скромного инженера Паши. Второй должен был сыграть любителя женщин Гену. Простите, девушка. Что? Вы не скажете, где находится этот... Ну, ты помнил, Паша. Ну, вот на это молчит. Ну, же, тебе трудно сказать, но филе. Нет. Но Миронов, прочитав сценарий, играть очередного ловеласа отказался. И мы попробовались и так, и так. Вот, мы пошептались с Андрюшей, вышли в коридор. Вот, говорю, ну, давай, всё же от режиссёра зависит. Он же выбирает, кому какую роль играть. Вот, он говорит, ну, ты, главное, не против. Я говорю, я не против, Андрюш. Он говорит, ну, всё, пойдём, уговорим режиссёра. В итоге на художественном совете было решено. Ловелас Панкратов-Чёрный, а скромник Миронов. Всё это происходило в начале августа 87-го года. Съёмки должны были начаться только в сентябре. Поэтому Андрей Миронов уехал в Ригу на гастроли. Панкратов-Чёрный остался ждать в Москве. С режиссёром Геральдом Бижановым они были знакомы ещё со времён учёбы в Афгике. Но на съёмочной площадке встретились впервые. Гера был уже старше, я на первый курс пришёл, он заканчивал. Вот, ходил такой солидный человек по институту, очень важный. Как говорил, говорю, странно, говорю, сценарий прочитал, говорю, очень смешной сценарий. Но режиссёр, говорю, морщиноватый. Я говорю, получится ли комедия? Рига. 14 августа 87-го года. На спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», недоиграв последнюю сцену, Андрей Миронов потерял сознание. Два дня врачи боролись за жизнь артиста. Но их усилия были напрасны. Миронов умер 16 августа в 5.35 утра. Мы с Володей Меньшовым хоронили, Андрюшу были на похоронах. И я даже не знал, что Володя будет играть со мной, где находится на филе. Да и Володя, мне кажется, не подозревал. В последнюю минуту мы остановились на Владимиру Валентиновичу Меньшове. Психофизически он подошёл. И я думаю, он сыграл очень хорошо. Такого скромного, неуклюжего, обаятельного своего героя. А вот Михаила Кокшонова режиссёр уже знал давно. Актёр с успехом снялся в его фильме «Самое обаятельное и привлекательное». Эта картина рассказывает о трудностях поиска своей второй половинки с точки зрения женщины. Пей, Лёха. Пей. И вот два года спустя настало время комедии «Где находится на филе». Мужского варианта той же самой темы. Ну, кто за такого пойдёт? Ты не прав, Федя. В нём есть твоё очарование. Несмотря на давнюю дружбу с режиссёром, в новом фильме Михаилу Кокшонову досталась лишь небольшая роль водителя троллейбуса. А почему мы не едем, товарищи? Только нет. А почему же вы не сообщили пассажирам об этом? А что, я справочное бюро? Моё дело везти вас. Снимали этот эпизод на Ленинградском вокзале. Водить троллейбус Кокшонову не доверили. В фильме за него это делал профессиональный шофёр. А вот в жизни Михаил Михайлович за рулём чувствовал себя вполне уверенно. Первый автомобиль он купил ещё в студенческие годы. Я купил себе копейку. Это первый номер «Жигулей». Жёлтого цвета. Такого, как называется, детское незразумение. Верли глаз такой цвет, жёлтый. Здравствуйте. 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 Инна Ульянова – это великая актриса. Поэтому её участие в этом фильме, я считаю, что для меня это был подарок. Роль начальницы главного героя была написана специально для Инны Ульяновой. Режиссёр Геральт Бижанов давно мечтал снять эту комедийную актрису в своём фильме. А это что, тоже продаётся? Да, но очень дорого по буфетной цене. Голиков отказался. Ну и правильно сделала, а я дурой возьму. Впервые Ульянова появилась на экране в 1956 году в картине Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Но тогда её роль была настолько маленькой, что актрису даже не упомянули в финальных титрах. Со временем картин стало больше, но роли оставались эпизодическими. Пиком славы для Инны Ульяновой стал телефильм Татьяны Леозновой «17 мгновений весны». Когда о нас в математиках говорят, как о сухарях, это ложь. Ложь! Любви я Эйнштейн. Эта фраза стала визитной карточкой актрисы. Её узнавали на улицах, просили автографы. Но любовь зрителей успехов в карьере всё не приносила. Больших ролей ей по-прежнему не предлагали. Это актёрская профессия такая, где иногда не совпадают режиссёрские решения, задумки и личности актёра. Не складывалась и личная жизнь актрисы. Первой большой любовью Ульянова и стал знаменитый комик Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науки неизвестны. Наука ещё пока не в курсе дня. Ха-ха! Инна была моложе его на 22 года, но всегда называла уменьшительным именем Серёженька. Они познакомились в Ленинградском театре комедии, где были ведущими актёрами. Их творческий и семейный союз закончился неожиданно. В театре сменился художественный руководитель, и роли Ульяновой перешли к другой актрисе. Инна Ивановна ушла из театра и вернулась в Москву. Сергей Филиппов за любимой не поехал и вернулся к бывшей жене. Потом актриса вышла замуж за коллегу по театру, но брак оказался недолгим. Последней и настоящей любовью Инны Ивановны стал французский лётчик Константин Фельдзер. Он был старше Инны Ульяновой на 20 лет, но это не помешало ей влюбиться с первого взгляда. Их первая встреча произошла во французском посольстве, куда Инну пригласили выступать. Константину тоже понравилась советская актриса, но им не суждено было соединиться. Он жил и работал в Париже, а она в Москве. Ульянова боялась уезжать из страны, понимала, что во Франции на актёрской карьере придётся поставить крест. Развязка оказалась трагической. Константин умер от сердечного приступа. Она мне просто говорила, что письма я всё провала. Очень тяжело она перенесла смерть его. В жизни Ульяновой осталась только работа. Это мой крест! В 81-м году на Мосфильме начинались съёмки фильма «Покровские ворота». Ульянова мечтала сыграть Маргариту Павловну Хоботову, но на главную женскую роль уже утвердили Наталью Гундареву. В отчаянии Ульянова позвонила режиссёру Михаилу Казакову и умоляла дать руль ей. Он согласился. Ну, здравствуй. Здрасте. Если не ошибаюсь, Раиса. Людмила. Да, я так и думала. Было просто захватывающе смотреть на неё, как она репетирует, как она справляется с этим темпераментом своим, активным. В этой такой лирической, песенной, напевной атмосфере. После съёмок в картине «Покровские ворота» главных ролей у Инны Ульяновой больше не было. В 90-е годы кинофильмы почти не снимали. Актёрская профессия переживала кризис. Ульянова хваталась за любую работу. Вела передачи на телевидении и даже снималась в рекламе моющих средств. Да чем я только не чистил, а чище не становится. Молодо, зелено. Комит. Она очень переживала, что и на улице все. О, комит пошла. Её же в районе начали комит звать. Она эту стиральную порошок шила. И комит, комит её. Ну, все, она ежедневно. Она говорит, Люда, я прям не знаю. Говорит, вот в следствие, сейчас комит. Что же у меня за слуг никаких? На тот момент актрисе исполнилось 57 лет. У неё не было ни работы, ни семьи. Последним ударом стала смерть отца. Ульянова начала пить. В 2 часа ночи она вышла голая. Когда я в таком видео увидела, я говорю, Инна, что случилось? Она говорит, ты знаешь, у меня там мужики чужие. А я говорю, никто не мог пройти, я здесь дежурю, никто не проходил. Нет, 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 5 человек сидят, 5 человек. Я, пойдём, поднимемся. Хожу я где? Она говорит, вон в тёмной комнате. Я говорю, тут никого нет. А под столом вон трое сидят. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали алкогольный галлюциноз. Расстройство, при котором больной начинает отчётливо слышать голоса и вести с ними беседу. Инну Ульянову увезли в больницу, где она провела целый месяц. Выйдя, она зареклась больше никогда не пить. Актриса продержалась три года, но однажды сорвалась. Остановиться Ульянова уже не смогла. В тот роковой день актриса была дома одна. Почувствовав себя нехорошо, она попыталась позвать на помощь, но потеряла сознание. Долгое отсутствие актрисы привлекло внимание соседей. Когда квартиру вскрыли, Инна Ульянова была ещё жива. Она умерла в карете скорой помощи. Иногда просто диву даёшься, насколько жизнь бывает несправедлива к талантливым людям. По-настоящему Инна Ульянова так и не раскрылась. Ни в театре, ни в кино. А сейчас я расскажу вам о человеке, которому повезло в жизни значительно больше. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Покажу вам, сколько или нет. Наверное, вам интересно будет. В этом доме журналисты гости нечастые. Специально для зрителей нашей программы Анатолий Николаевич проводит экскурсию по своей квартире. В 97-м году в Москве Анатолий Николаевич перенёс операцию на сердце. И врачи посоветовали сценаристу переехать в страну с более тёплым климатом. И вот после этой операции я начал на зиму приезжать сюда, в Майами. Тут у меня был школьный друг, понимаете. И вот мы приезжали. Потом я решил, что можно снимать здесь и кино. Мы начали снимать. Он подал документы на оформление вида на жительство. А в 2007-м перебрался в Майами навсегда. Здесь он продолжает писать и придумывать новые сценарии. Идея этого фильма родилась, когда у нас появился один новый приятель, наш Яник, который мастерски на наших глазах знакомился с девушками. Он подходил с одним и тем же вопросом к девушкам. Ну не скажите, где находится Кюрасю. Что такое Кюрасю, не знал даже Яник. Но этот способ знакомства так понравился Эйрам Джану, что он взялся за ручку. Вот только не понимал, чем заменить это самое Кюрасю. Я перебрал очень много разных слов и наконец-то остановился на телефоне. Наоборот, телефон все же близко к городской жизни. И как-то в этом появился какой-то перевернутый, что же это слово меня устроило. Простите, девушки, а вы не скажете, где находится нафилет? Нафилет? Ты слышала? Нет, а что это такое? Если бы мы знали. Сам Анатолий Николаевич со своей будущей супругой тоже познакомился на улице. Я говорю, девушка, вы не видели, мы потеряли маленькую собачку. Вот не пробегала мимо вас. Я, конечно, ничего не подозревала. Любви, конечно, естественно, не было никакой вначале. Потому что, ну, естественно, человек подошел все равно, что потерял что-то. И, ну, надо помочь. Конечно, собака была всего лишь поводом для знакомства. Оксана в прошлом инженер, но ради мужа бросила научную деятельность. Сегодня она муза-сценариста Анатолия и Рамджана. По-бразильски лимпо-по, а по-нашему бутылочка. Вот только свою жену снимать в картине Анатолий не захотел. Елена Скороходова и Наталья Карпунина сыграли в одной сцене. Паша и Гена познакомились с двумя девушками и напросились к ним в гости. После фильма актрисы подружились. Они часто встречаются и каждый раз вспоминают те самые съемки. Я была знакома с сценаристом Анатолием Николаевичем Рамджаном. Познакомились мы на улице. Вот по той же самой схеме, по какой там вот эти герои в фильме знакомятся с девушкой. Вот точно так же. У него ничего не получилось. Точно такая вся была горда. После нескольких случайных встреч на Тверской улице Анатолий Рамджан решил пригласить Скороходову сняться в кино. У нас, видимо, пересекались пути. И он говорит, о, как хорошо, что я тебя встретил. Запускается картина, там много женских ролей, будешь там играть. Давай срочно свой телефон. И я дала ему телефон, и вот я так попала, я говорю, по плату, попала в эту картину. Только не вышли ли мы из возраста лимпопо. Наталья Карпунина попала на съемочную площадку прямо с выпускных экзаменов в театральном институте. Фильм, где находится на Ферет, стал ее кинодебютом. Долгое время он оставался моим единственным фильмом. И поскольку его очень часто показывали, такая курьезная ситуация с ним случилась, что периодически кто-то говорил, о, мы тебя видели в кино. Я тут же понимала, мне не надо было спрашивать, в каком. Да никто не хочет играть. Ну почему же, раз уж начали, чего там? Девушек фильм искали необычным способом. Режиссер пригласил всех молодых актрис, каких только удалось найти в это время в Москве. И при помощи жребия решал, кто и какую роль будет играть. Так в маленьких ролях появились будущие большие звезды. Простите, а вы не скажете, где находится на Ферет? Ой, да я не здешняя. Сама ничего не знаю. Откуда вы приехали? С Урала. Впервые на экране в образе девочки с Урала предстала Ольга Кабо. Елена Цыплакова сыграла нахальную девицу в модной футболке. Извините, девушка, я коллекционирую надписи на майках. Вы разрешите прочесть? Пожалуйста. И-ло-вэ. Коллекционируйте, а читать не умеете. А одна из ролей досталась даже Ладе Фетисовой, жене выдающегося спортсмена Вячеслава Фетисова. Вячеславу очень не нравилось, что я снимаюсь. И вот как раз выходит на Филет, и он проезжает из очередной поездки, ему кто-то из добрых друзей тут же кассету. Он посмотрел. Меня спросил, естественно, у тебя какая-то картина вышла? Ты опять снималась? Я говорю, да нет, Славу, ты что, это давно. Это старые опять повторяют, старые. Он говорит, да-да, только костюмы-то я из Финляндии привез три месяца назад. А я пойду. Простите, вы не скажете, где находится на Филет? А вы меня вас уже об этом спрашиваете? Когда? Сто лет назад. Я еще в школе училась. Прошло 25 лет, а Клади до сих пор подходит на улицах и пытается закадрить на на Филет. Но ее на эту удочку уже не поймать. А вы искажете, где находится на Филет? Ну, там, за углом. Было это. Фильм, где находится на Филет, получился вполне целомудренным. Хотя и вышел уже во времена перестройки. В Советском Союзе, как мы знаем, секса не было. Не было его и в этой комедии. Несмотря на это, комиссия Госкино с большим трудом выпустила картину на экран. По мнению критиков, образ главного героя был прописан недостаточно хорошо. А сам сценарий пошловат. Но такого рода проблемы оказались мелочью по сравнению с тем, что происходило на съемочной площадке. Долгих 11 лет они даже слышать друг о друге не хотели. Актер Александр Панкратов-Черный и режиссер Геральт Бижанов так сильно поссорились на съемках картины, что перестали здороваться, встречаясь в коридорах мосфильма. А началось все с того, что Геральт Суренович запретил актерам вносить любые исправления в сценарий. Да, я требовательен по отношению к тексту. И режиссер эту картину в целом видит и держит в голове актер только в тех предлагаемых обстоятельствах, которые находятся перед ним. Однажды Меньшов и Панкратов-Черный сорвали съемку. Александр хорошо помнит тот день, хотя с той поры прошло немало времени. Мы, значит, попали как раз в Московский международный кинофестиваль. И мы узнаем, что приезжает Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Мы умоляли, умоляли. Гера, нет, ну что вы, как можно обменить смену? Да вы что, нет, ни в коем случае нет. И Вовка Меньшов говорит, говорит, Саня, ну когда нам еще придется увидеть Феллини? И мы поехали в бар. На следующий день история повторилась. Вместо запланированных режиссером трех сцен он целый день возился с одной, переснимая ее несколько раз. Все дело в том, что Александр Панкратов-Черный и Владимир Меньшов заявились на съемки в нетрезвом виде. Вот когда они идут по набережной, и он бросает сверкок, они вот точно шли до этой черточки, да, операторской. Подошли и ругают. Потому что я на еду. Практически каждое утро съемки начинались со скандала. Ведь Панкратов-Черный и Меньшов тоже не прочь были заняться режиссурой. И у них имелось свое видение сценария. Наконец, слухи о конфликте в коллективе достигли ушей руководителей мосфильма. И Геральда Бижанова даже хотели снять с картины. Я знал, что если поменять сейчас на переправе коней, Меньшов может увести картину в совсем другую сторону. Понимаете, это я много раз уже сталкивался. А с Бижановым у нас было полное взаимопонимание. И вот так вот Бижанов остался на картине. И, слава богу, картина получилась удачная. Помимо кадровых, фильм преследовали и технические проблемы. В конце 80-х в Советском Союзе проходила большая модернизация производства кинопленки. Фабрики на время остановили свою работу, и пленка оказалась в большом дефиците. О импортных материалах в те времена можно было только мечтать. Если раньше пленки хватало на производство всего фильма, то сейчас в диспетчерской распределяли одну коробку пленки на картину. Какой картине дать. И поэтому приходилось снимать по одному, редко двум дублям происходящие сцены. Больше всего пленки потратили на Александра Панкратова-Черного. По замыслу сценариста, актер должен был исполнить в фильме несколько песен. Когда его попросили это сделать, выяснилось, что артист не блистал вокальными данными. Вдруг Бизан мне звонит, я говорю, я останавливаю съемку. Этот тип не хочет петь, как Пугачев. Он говорит, не может. Я говорю, ну он же пел в «Моизжаза». Выяснилось, что пел не он, а был оператор-шефчик. В итоге эту сцену все-таки оставили в фильме. Только за Александра Васильевича в фильме спел Михаил Евдокимов. Все громче, музыка играй, меркобарай друзей встречай. Сегодня что-то Леонтьев не получается. А второй эпизод, где Александр должен был спеть, в срочном порядке заменили на сцену с фокусом. Дорогие друзья, сейчас я продемонстрирую фокус, за который Рутюна Копян в Париже получил гран-при. Секрет этого фокуса мне раскрыл сын Рутюна. Амаяк Акопян. На телевидении мы встретились, и он сказал о том, что снимается в замечательном фильме, комедия, и ему нужно продемонстрировать какой-то эффектный трюк в компании. с барышнями. И я ему стал предлагать ряд фокусов. Но один фокус ему больше всего понравился. Он его оставил, и он, вы знаете, он очень зазвучал. Специально для зрителей нашей программы Амаяк Акопян раскрывает секрет этого трюка. Вы берете лист бумаги и приклеиваете такой же круг, такого же цвета, идентичный, на поверхность стакана. Теперь посмотрите, пожалуйста. Шурум-бурум. Шурум-бурум. Ча-ча-ча. Вот что происходит под платком. Ну-ка, еще разок. Все. Режиссер картины вспоминал, что таких тяжелых съемок в его карьере еще не бывало. Больше в свои фильмы Геральт Бижанов Панкратова Черного не приглашал. И только спустя 11 лет актер и режиссер помирились. А в 2002 году Геральт Суренович даже пригласил артиста в свой новый фильм «Вход через окно». Сегодня о былых разногласиях они вспоминать не любят. Знаешь, не вторгайся в область чувств. Я по тебе скучаю. Комедия, где находится на филет, вышла в прокат в январе 88-го года и сразу полюбилась зрителям. Удивительно, что и сейчас. Много лет спустя сюжет не устарел. Наверное, потому что люди продолжают искать свою вторую половинку и пытаются обрести счастье при любом политическом и экономическом строе. Продолжение следует...